Шалом! Мы приветствуем вас из Лондона и благодарим вас, что вы нас смотрите и благословляете. Мы в этот раз видим, что люди как-то реагируют, комментируют и действительно, что мы не просто так проповедуем, что смотрят достаточно большое количество людей. Спасибо вам! Мы искренне благодарны вам! И сегодня, как всегда, у нас очень важный разговор. Мы приехали в Лондон в 93-м году первый раз и начали служение в 94-го сентября, 11-го сентября. И уже к концу 99-го года у нас была самая большая русскоязычная община в городе Лондоне, много было людей, 1300 по списку и где-то около 250 человек на собрании. И я помню каждый раз, когда наши детки собирались, они еще были маленькие, ну не очень взрослые, и каждый раз, когда утром Давид спрашивал, а он такой очень подвижный мальчишка был и очень, ну и есть, он, как у нас называется, хайпа, да, то есть в постоянном движении, ему нужно что-то делать, участвовать. И он утром, когда встал, говорил, а сегодня цевкал, он не выговаривал церковь, он говорил, сегодня цевкал, цевкал к цевкал, хорошо, сегодня драться будем. То есть он шел на служение, потому что там было очень много мальчишек его возраста, и они там, ну да, у них была школа, они там общались, играли в разные игры, ну и дрались. Ну для них это была игра. Цевкал, цевкал, драться будем. Ну и сегодня мы тоже, сегодня у нас общение, драться не будем, ну драться будем наше брание против флоти и крови, но против духов злобы поднебесных. И сегодня мы изучаем фантастическую главу, которая называется Вайгаш. Вайгаш это и пришел, подошел Иуда. Подошел, слово подошел. То есть это о том, как Иуда подошел к Иосифу, после того, как Иосиф начал испытания, как пришли братья, уже привели Вениамина в Египет. И он, Иуда подошел к Иосифу, потому что он должен был ходатайствовать за своего младшенького Вениамина, потому что Иосиф потребовал, чтобы его оставили с ним. И здесь для нас очень большой урок. Вся эта глава рассказывает о том, о примирении, да, о примирении и о будущем. И дело в том, что изначально, вы помните, что 70 человек, которые были на тот момент у Якова, дети. И он, Бог его назвал Израилем. Но в этот момент очень обстоятельства были тяжелые. Тяжелые обстоятельства. Почему? Потому что Яков, задача его была создать народ. Родить народ, то есть все колено объединить и сделать народ Божий, который будет служить Господу. Ну, у нас у всех, у служителей такая задача. Собрать народ, людей, что пришли в церковь. Не только драться, да, ну, на каждом уровне свои. Но чтобы общаться, чтобы служить Богу. Народ, который будет служить Богу. Царственное священство. И вот Яков, как бы, на тот момент, он был в полном расстройстве. Он стал, он не видел себя Якова. Мы сейчас это увидим. Он видел, то есть Израилем. Он видел себя Якова. Опять Владским сын пропал. Он думал, что погиб. Он видел, что детки его шалоберничают. Не делают то, что должны. Народа не получается. То есть Иосиф пропал. Что делать, он не знал. И, в общем-то, сказать, что в этот момент народ был создан, ну, вряд ли. И у него было на душе не очень хорошо. Братья переживали, что брата своего предали, кинули, убили. Не знаю, что продали братство. Они не знали, многие не знали, что с ним произошло. И в этот момент Иуда подходит к Иосифу. Вы знаете, это глобальное пророчество. Потому что мы у пророка Иезекииля читаем, что наступит день, когда колено Иуды, колено Иосифа, Ефрема, жезл. Описывается это в последние дни, когда будет восстановлен третий храм. Когда придет пробуждение на эту землю, последнее, такое мощнейшее. То написано, вот именно колено Иудой, колено Иосифа или Жезла, Иосифа и Ефрема, одинаково, как сын отец. Оно объединится и станет одним. То есть, народ наконец-то родится. Та идея, которая вот здесь заложена, она осуществится в будущем. И мы приближаемся к этому будущему семимильными шагами. Это вы можете прочитать, кстати, о будущем. Это пророк Иезекииль, глава Тель-Тельма. И тогда скажет Господь, 19 стих. «Вот я возьму жезл Иосифа, который в руке Ефрема, и союзных с ним колено Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей. Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей перед глазами, то скажи им, так говорит Господь Бог. «Вот я возьму сынов Израилевых из среди народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их». Вы понимаете, это чудное пророчество, это о сотворении Израиля, о восстановлении Израиля. Это о том, что будет фундамент специальный для пробуждения. Или, как здесь написано, подготовится путь к пришествию, второму пришествию нашего Господа. И это очень важно. И вот, когда Иуда начал разговаривать, то он ходатайствовал, он начал объяснять. Иосиф внимательно слушал, но он хотел узнать, что на сердце у Иуда. Покаялись они, раскаялись. И он увидел, когда Иуда рассказывал свою историю, и он увидел, что да, они раскаялись, потому что он говорит, мы продали, Пафа переживает, мы думали, он думает, что он растерзан, нельзя Вениамина. Но он очень сильно ходатайствовал за своего брата. И в следующей главе написано, Иосиф не выдержал. Он при всех. И он закричал, удалите от меня всех. И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал. И услышал египтяне, услышал Дома Фарагов. И сказал братьям с вами, я Иосиф. Жив ли еще отец мой? Но братья не могли отвечать ему, потому что они сметились перед ним. Я Иосиф. Вы помните, когда Иисуса тоже повели на предательство, когда Иуда, он, ты ли Христос? Я Христос. Когда Иисус отвечает. Здесь прообраз будущего тоже. И мы видим, что он открылся. И вот произошло соединение. И для нас очень важно понять, что здесь происходит, духовный смысл этого события. Потому что здесь не только прощение, примирение, будущее восстановление Израиля. Здесь столько глубины. И понять вне контекста Мессии очень тяжело. Поэтому мы сейчас рассмотрим это событие немножко с другой стороны. Мы вспомним о другом человеке. Евангелие есть. Если мы откроем с вами Евангелие от Матфея. Ну, вообще, как сказать, прежде чем прочитаем Матфея 11 главу, я хочу зачитать другое местописание, которое филиппийство, 4 глава написано так. Потому что Иуда и Иосиф примирились. И у них, наконец-то, после стольких лет, пришел шалом, мир в их семью. Яков, да, вот, кстати, я вынужден вернуться еще раз в бытие 46 главу. Потому что потом мы посмотрим. Просто здесь очень важная мысль. Без него мы не поймем, что произошло. 46 главе в бытие. Отправился Израиль со всем, что у него было. И пришел в Версаве и принес. После того, как он узнал, что Иосиф жив, что жизнь удалась, в конце концов, что все восстанавливается, он вознес жертву Богу, отца своего Исаака, и сказал Бог Израилю, да, видением ночном. То есть, очень интересно здесь рассказывается, как Бог обращается, когда он называет его Израилем, когда Иаков. Это достаточно смешно. Потому что мы иногда, мы не понимаем, что Бог, когда с нами разговаривает, когда мы, ну, как в детки, вот, когда приходили, они были хайпа в церкви, да, иногда их нужно было тормозить. Мы пришли драться, нет, мы пришли Богу служить, останавливать их, потому что они все такие. Иногда с ними надо было разговаривать, как с плотскими, а хотелось, чтобы они выходили хоть на какой-то духовный уровень. Не всегда это получалось. Так же и Бог с нами, абсолютно. И он говорит, сказал Бог Израилю в ночном виде. То есть, он обращался к его духовной сущности, к его духовному имени. И он говорит, ну, то есть, он хотел, но он говорит, Иаков, Иаков. Очень странно. Вроде бы, Израилю обратился, а потом говорит, Иаков, Иаков. Почему? Потому что он говорит, сынок, ты сейчас в плоском состоянии, у тебя слишком много, на сердце, в голове много идей, поэтому сейчас ты как Иаков, тебе надо выходить. Он сказал, вот я. Но это его имя, да. Но Бог сказал, я Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, и вот там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно. Иосиф своей рукой закрой глаза твои. Вау. Нужно идти в Египет. Нужно миссия на много-много лет. Ну, кто по-разному, 400 лет. Пошли в Египет. 70 человек. И из этих людей Бог произвел. Но он говорит, ты идешь туда, как Иаков, да, но я хочу, чтобы ты был там, как Израиль. Да. Чтобы там духовный, чтобы из тебя произошел народ, которого врата ада не одолеют. Да. Ну, а теперь возвращаемся к филиппийцам. В 4 главе так написано, да, апостол Шауль, наш Равин, говорит так, радуйтесь, всегда говорю в Господе, еще говорю, радуйтесь, кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, да, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, только что истинно, честно, справедливо, чисто, что любезно, что достославно, что только добродетелю похвала о том, помышляйте, чему вы научились, что приняли, слышали, видели во мне, то исполняйте. И Бог мира водит с вами. Шалом, ну, это называется мир, да, то есть на этом, на языке Библии, шалом – это мир Божий, да. Это имя Бога, это очень многозначное слово, это сильное слово. И мир Божий, который превыше всякого ума. То есть, есть мир, который мы думаем, ну, вот придет покой, я успокоюсь. И люди ищут покой, кто в чем, кто в наркотиках, кто в блуде, кто в… Но покоя не находят. Вы знаете, была такая история, ну, в Израиле, ну, кстати, Иисус ее не разбил, то есть, в Израиле верят, что… Хотя кто-то говорит, что это легенда, кто-то говорит, что это неправда, но пророк Исаия пишет об этом, в 14 главе, что была такая дьяволица, и есть она, Лилит называется. Это первая жена Адама, которая… Ну, там можно сделать этот вывод, потому что в первой главе сотворил Бог мужчину и женщину, а потом, как бы из ребра Ева уже была второй. Ну, первая вот, жена Адама Лилит, тоже красивая, рыжеволосая, она не послушалась. Адаму захотела, ну, пойти своим путем, и она восстала против… Ну, написано, что по преданию Расстала Лилит, стала злодемоницей, убивающей младенцев. Она не захотела подчиняться своему мужу, так что считалось творением Бога, как и Адам. И она тогда в Эдемском саду люди знали имя Бога, могли его произнести и стать вечными. Вы помните, когда Бог выгнал Адама с Евой, то он поставил хирургимов, потому что они могли стать вечными, потому что они могли в том неправильном состоянии обрести неправильные вещи. И Лилит, она стала ангелой, демоном, демоницей, ангелы побежали за ней, потому что Адам пожаловался Богу, но она отказалась вернуться к мужу, и потом она стала женой Самоэля. Самоэль, это первое имя Сатаны, до того, как его Бог называли Люцифером, но это его титулы. А имя вот этого ангела-хирургима было Самоэль. И вот она как бы Сатана, и вот она стала его женой. Сейчас, если вы приедете в Израиль, люди, евреи очень, ну, израильтяне, не говорю, нормальные евреи, конечно, не верят, если вы пойдете в старый город, вам подойдет какой-нибудь ортодокс, даст вам, я не знаю, это псевдоортодокс, потому что настоящий не верит в это. И красные ниточки вам будут продавать, одевать. Вот эти красные ниточки, это такой оберег против лилит, чтобы она ночью не пришла, там, особенно к мужикам, или детей убивала, младенцев, и так далее. Но пророк Исаия пишет, что она единственное место, где лилита в 14 главе, что одинокое привидение у нас привидено, но там стоит лилит. И она, к чему я это говорю, что она бродит, ходит, у нее нет покаяния, никак не может найти себе покоя. Она поэтому в злобе своей стала женой сатаны и творит всякое беззаконие. То есть, в Библии нафисно, что бесы не могут найти покой, демонические силы не могут найти покой, люди озлобленные страшнее, там, как написано, брат, озлобившийся, который страшнее завоевав... как не приступ... Озлобившийся брат не приступнее крепкого города и ссоры, подобные запорам замка. То есть, люди, которые находятся в злости, в непрощении, ну, в нежелании мириться, они не могут найти покой. Никогда. Шалом это не есть их достоинство. Поэтому, что мы можем сделать? Нам нужно вот этот покой, как написано, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления. Вот как этот покой и вот эта голова рассказывает. И еще одно место мы посмотрим. Потому что шалом это очень сильно. Я говорю, оно переводится мир между двумя сущностями. Слово шалом между Богом и человеком, между странами, внутренний мир, ментальный баланс индивидуума. Также это вот это слово, корень этого слова означает во всех языках семитских полнота, наполненность и здоровье, совершенство. Шалем вообще город Ярушалем это как он возник, когда когда впервые Авраам увидел и назвал Иегову Иерой, когда ангел появился с ягненком. Так вот, вот это место, которое потом стал Ярусалимом, вот и Иеру и Салем сначала, Салем, да, увижу совершенство. То есть Бог увидит, Бог смотрит, Бог избрал это место. Бог хочет, чтобы Шалем или совершенство, как наша церковь, вот мы совокупные совершенства, наша община. То есть мы хотим, чтобы этот Шалем, потому что это совершенство, это Шалем, да, это Шалом, это то, что приносит мир, покой, мы на этом стоим, мы это проповедуем, мы этим живем. Итак, смотрим, как Иисус нам рассказал. Матфея, 11 главе. Здесь, чем оно интересно, эта глава, там как раз рассказано, как подойти, как Иисус стал родоначальником, в чем суть этого мира, покоя, здоровья, баланса, совершенства. И здесь интересен эта глава тем, что она, там Иисус говорит, это речь Иисуса, прямая речь Иисуса, Иешуа, нашего Господа. И там не то, что даже говорит Господа, а как, каким тоном. Там разный тон. Когда читаешь с 1-6 стих, доверительный тон, вот Бог, наш Господь говорит таким доверительным тоннам. Он говорит, давайте посмотрим. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. И Иоанн же, услышав темницы о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? И сказал ему Иисус, в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите? Слепые прозревают, кормы ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не совбознится обо мне. Очень доверительные. Что произошло? Иоанн, его Ирод Антипа, это предвестник Иисуса, родственник Христа, он тоже из священского дома, он посвятил себя Богу, он родился и стал Назареем, он в пустыне, он ушел в пустыню, и там одежда у него была, из верблюжего голоса, и он питался акринами, ну, это называется кузнечки, и дикий мед. И вот он жил в пустыне. Многие говорят, многие считают, что он был, ну, потому что в Евангелии это написано, что он до того, как выйти на проповедь, он находился в пустыне. Скорее всего, и Иосеев, Иосеев, это было три направления тогда иудаизме, Хрисеев, Садукея, Иосеев. И вот потом нашли, когда вот эти кумранские рукавистики, люди увидели, как они жили в пустыне, они сохранились, и вот с ними, он вырос с ними, он учился, и он жил, как бы, люди смотрели, и он ушел в пустыню, там проповедовал. Очень трудно представить себя, потому что, ну, представьте сейчас, вот, в Лондоне, или где-нибудь, не в самом Лондоне, где-то за Лондоном появится какой-то, человек, который откажется от всех благ цивилизации, откажется от каких-то красивых домов, будет жить в какой-то палатке, будет питаться там подножным кормом каким-то там, что Бог даст, и будет проповедовать. И люди стали со всей Иудеи к нему стекаться, потому что все поверили, что он Илья Пророк, как было присказано пророком Малахи, что придет Илья Пророк. Тогда он восстал, и он говорит, он пришел для того, чтобы приготовить путь к пришествию Христа. И мы должны понять, что Ира Тантифа, который на тот момент возглавлял Иудею, это очень трудно представить себе, в какой ситуации находилась на тот момент Иудея, Израиль. До этого, в 60-е годы до нашей эры, Помпей, римляне, до этого был там, вы помните, Макеавея, Иудея была автономной. Потом пришел этот Помпей с римскими войсками, захватил Иудея, Иудея стала провинцией, и там ставили одного за другим. И вот на этот момент этот полуеврей Ирод, когда уже до этого был Архилай, который очень жесткий прокурат, жесткий был насильник, и он уничтожал, издевался над евреями, его даже римские власти убрали и поставили Ирода. Там поставили прокуратора Иудея и Ирода, чтобы он управлял Иудеей. И вот этот Ирод, он, ну, чем он прославился? Он своим компромиссом с римскими властями. Он вроде Иудеям пытался угодить, да, строил храм. И с другой стороны, он строил эти храмы Артемиды, Аполлона, то есть и нашим, и вашим. И так как он жил в этой лжи, и потом он позволял своей похоти, он приехал там, его, увидел жену брата своего и отбил ее и женился на ней. И вот за это и поэтому он грешил. Был тиран, деспот, был двойственная личность и в общем-то не очень евреи хотели царя, который восстал против Римлян. А он этого не делал. Он вел соглашательскую позицию. И когда пришел Иоанн, он начал его обличать за неправильное что он отобрал жену брата своего. То есть, в те времена представь, ну, с какого перепугу? Вот сейчас вот приду, я там к лидеру не знаю, какой-нибудь партии здесь и начну вмешиваться в его семейную жизнь. Скажу ему, а что ты там развелся? Зачем ты там то сделал, это сделал? Ну, скажут, что ты лезешь не в свою жизнь? Но так как это была Иудея и Ирод претендовал на звание царя Иудеи, то Иоанн брал на себя это право обличать его, разоблачать его. И за это Ирод бросил его там в тюрьму и но тихоря ходил к нему слушать, потому что ему нравилось то, что он говорил. у него все-таки сердце хотелось к праведности. Но в конце концов вы помните, когда он сидел в тюрьме, там произошла эта история. Мы сначала скажем, он, находясь в тюрьме, Иоанн, хотя он сам крестил Иисуса, хотя он был, он знал, что Иисус это мессия, который пришел, но тут мы видим, находясь в тюрьме и не видя, наверное, все те пророчества, которые он пророчил, те ожидания, которые должны избыться, он сказал, послал, ко Христу спросить, ты ли тот? Понятно, что у него переживания человеческие, понятно, что с ним происходило. И Иоанну Иисус ответил, почему ты сомневаешься? Ты же знаешь, в чем смысл мессии. я пришел не для того, чтобы воссесть в Иерусалиме, я пришел, чтобы слепые прозрели, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благоествуют, ради этого, чтобы изменить внутреннюю сущность человека. И мы смотрим, то есть доверительный тон и блажен, кто не соблазнится обо мне. Это очень важная мысль, он говорит, ребята, не соблазняйтесь, потому что об Иисусе многие соблазняются. То есть, он говорит, как мы дальше читаем, ну давайте мы посмотрим, что значит не соблазнится. Дальше он расшифровывает это, Иисус, да? Следующий тон, который Иисус ведет, тон его речи, 7 по 11 стих, восторженный, да? Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. То есть, что смотреть ходили вы в пустыне? Трость ли ветром колебли моем? То есть, он говорит, вы что ходили? Он трость какая-то, что он поддается влиянию мира, что он этот Иоан, он двойственный человек, что у него нет твердости? Нет. Что же смотреть ходили вы? Человек одет в мягкие одежды, носящие мягкие одежды, находящие в чертогах царских. То есть, он говорит, вы что ходили для чего туда? Чтобы посмотреть, как он там красиво одевается, что у него Роллс-Ройсы, что у него денег куча? Нет. Что же хотите смотреть? Пророка? Да, говорю вам. То есть, он пророк, который восстал. И больше пророка. Вот здесь очень важная мысль. И вон тот, о котором написано. Вот посылай ангела моего перед лицом твоим, который приготовил путь перед тобой. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восстал больше Иоанна, крестителя, но меньше в царстве небесном, больше его. Многие притыкались на этом месте, не знали, о чем говорит Иисус, кто меньше, больше, непонятно. Речь идет очень простая, что он говорит, что пророк Малахия предсказал, что придет перед приходом Иисуса, как ангел, в виде ангела, посланник ангельский. Вот он больше, чем пророк. Потому что он последний пророк Ветхого. За этого чему? Потому что до этого минута. Но он меньше, не восстал больше. То есть, самый большой. Никто не восстал больше. Но он наименьший в царстве небесном. Что это означает? Что никто до этого не видел распятия Иисуса. Никто не видел, как он умирал за людей. Никто никогда не видел жертвы искупления. Что те люди, которые после Иоанна, те, которые увидят, которые после придут и будут участвовать в страданиях Христовых, и которые будут иметь доступ к этому миру. Потому что цель Бога, чтобы люди все пришли к миру. Шаббат, конечная цель, успокоиться от дел своих, пойти в состояние мира и покоя. Так вот, он говорит, только через Иисуса, только через кровь, только через жертву, люди войдут в царство небесное и получат большее понимание, чем все до этого момента. То есть, вот Иоанн из всех предыдущих короков самый большой. То есть, потому что он предсказал самого Христа. Потому что он участвовал в жизни Христа. Он приготовил путь. Потому что он самый великий. Но он, все, кто после Христа, те, кто увидели жертву, кто участвует, кто принимает Христа, они больше, потому что у них больше возможностей. Они теперь могут этот мир испытать. Если до этого момента люди только предчувствовали этот мир, только могли мечтать о нем, только могли воображать о нем. А тут, пожалуйста, этот мир, этот шалом во Христе доступен. И мы дальше увидим, это он доказывает. Вот восторженные там ребятки. Да, Иоанн, он хороший. Да, Иоанн очень сильный. Его не сбило никто. Он посвятил свою жизнь. Но наступает другое время. И дальше он что говорит? Матфея 11-2, 12-15 стих. Теперь он говорит, тон его меняется. Он говорит, теперь нужно усилие. Он говорит о каких-то действиях, которые мы должны принимать. Одни же Яна Крестителя до ныне Царства Небесной силы верят и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Яна. Если хотите принять, он есть Илья, к которому должно прийти. Кто имеет уши, слышит, да слышит. И вот что он говорит. Нужно усилие. То есть, он говорит, до этого, смотрите, ребята, одни же Яна Крестителя, вот с момента Яна Крестителя, да, когда Иисус явлен, когда Он предсказал, личность Христа стала известна. Вот как сейчас. Вот давайте представим. Вдруг Бог всем своим верующим людям, всей церкви откроет имя Антихриста, который уже пришел. И все будут довольствовать. Многие, многие, многие будут знать, что Антихрист там Вася Пупкин. Все. И вот он живет, не знаю, там где-то в Ярдане. Где-то он живет. И вот этот Вася Пупкин Антихрист. И мы его уже знаем. И мы уже, и сейчас нужно прилагать усилия. Теперь мы должны знать, что все, что Вася Пупкин будет делать, программы какие-то, какие-то действия, когда он будет рекламировать, мы должны прилагать усилия не поддаться на влияние Антихриста. Правда? Нам нужно усилия духовные. Мы будем молиться, мы можем просить Господа, Господи, не дай нам вляпаться. Защити нас от этого духа Антихриста. Также, а тогда нужно молиться, дай нам Христа, дай нам живого Христа, дай нам усилия прилагать, чтобы достигнуть те вещи, которые после Иоанна предвозвестил, предсказал, и теперь это можно получить. И мы должны принять. То есть, кто имеет уши, дослышит. Он говорит, откройте ваши уши, насадите. Потому что, когда пророк Исаи тоже обличал свой народ и говорил, понимаете, друзья, вы имеете уши, но не слышите. Глаза имеете, но не видите. Вы слепые, вы глухие. Восприятие ваше ослабло. Приложите усилия. Идите, купите мазь глазную, чтобы видеть. Идите, купите, то есть, ушки. Пусть Бог насадит вам ухо слышащее. Дальше идет следующий момент. Мы подходим как раз к миру. Печально укоризненный такой тон. Это Матфея 11, 619. Он говорит, кому подоблю род сей? Ну вот, я с вами говорю. Он подобен детям, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свиреле, вы не плясали, мы пели вам печальные песни, вы не рядали. Пришел Иоанн, ни ест, ни пьет, и говорят, в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет. Говорят, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее. О чем говорит? То есть, на человеков не угодишь. Иоанн, ни денег, ни серебра, ни золота, ни квартир, ни машины, ушел в пустыню, одевается в фуфайке там, ест этих кузнечиков, никаких. И они говорят, нет, он плохой, в нем бес. Иисус пришел, кушает со всеми, с грешниками, вино пьет там, общается со всеми. Он говорит, и ты плохой, и этот плохой, и тот плохой, не угодишь. Понимаете, служителям часто подвергаются очень много критики, так не сделал, то сделал, то не сделал, и это плохое, то плохое. И мы видим с вами, что на людей не угодишь. Но Господь говорит, оправданно премудрость чадами его. То есть, он говорит, детки, вы понимаете, он говорит, что вот до этого Бог посылал вам людей, пророков, как детям, и прессали перед вами, и танцевали, и печальные песни пели, и хорошие песни пели, а вам все по барабану. Это страшное явление. И вот здесь Иисус переходит от просто, как сказать, укоризны к суду. Смотри, это с украшенным сердцем произносить осуждение. Вот он начал говорить после этого какие-то вещи, которые страшные. страшные. Матфея 11 глава 22-24 стих. Тогда он начал укорять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись. И он говорит, горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Седоне явлены были силы, явлены у вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тир и Седоне отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звернешься. Ибо если бы в Седоне явлены были силы, явлены к тебе, то он оставался бы до сегодня. Но говорю вам, что земле Седонской отраднее будет в день суда, нежели тебе. То есть фактически Иисус проклял Хоразин город и в Саиду и Капернаум, в котором он жил. Капернаум город, в котором произошли самые там синагоги. Мы там были, кстати, она сохранилась, эта синагога, я там даже проповедовал, ее восстановили. Так в этой синагоге он истрелил от демона, ну, от одержимого. Он носил сухую руку. Там пять тысяч рядом накормил в Ифсаиде. Там такие чудеса были явлены в Хоразине, в Ифсаиде. Там Павел останавливался в этих городах. Но они, они, самый главный грех их равнодушие. Им по варабану Иисус явил чудеса, показал, что он мессия, так, как никто другой. До него никто не делал. И после него не было таких. Он говорит, он показал им чудеса, знамения, накормил пять тысяч человек. освободил одержимости. Истрелял Иаир, там это сотник. Люди видели, что Иисус это мессия. Были явлены силы. И все, да, по варабану. Он говорит, а Тир и Сидон это города грешные, так же, как и Содом и Гамора. Это города, которые, да, они развитые были, да, они там торговли, но они там решили идолам поклонялись. Он говорил, если бы в этих городах, в моей родной, Каперном вообще город родной Иисуса был. Там он исцелил тещу Петра и Петра, рядышком все это галерея. И он, там у него стоянка была. Он говорит, ребят, я не понимаю. вот, ну, другими словами, если перевести, вот, Бог, Отец, которому вы молитесь, которому вы называете Отцом, привел меня, Спаситель, вы ждали, вы молились, вот он я. Почему вы не уверовали? И он говорит, отрад не будет сюда. И он был, вы до сих пор, ни Каперном, ни Вифсаида, ни Хорази, не восстановлены. Капер, на Хум, это деревня, в которой мы были, да, в Израиле. Да, там стоит такой музейчик, типа, домик Петра, и вот синагога, в которой, разваленный синагог. И у меня там была история, я уже рассказывал много раз, что я, например, мы стояли как раз, там на самой синагоге никого нет, и мы стоим, я говорю, вот вы, Иисус, этот синагог, где ты проповедовал, где ты исцелял, вот вы мне попроповедовать. Вдруг слышу, по-русски там говорят, проповедую нам, туристы пришли. Ну, и я начал ему проповедовать. Так что, мы с Иисусом в этой синагоге проповедовали. Ладно, и дальше мы смотрим, мы подходим. Властный тон, Матфея 1, 25-27. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, славлю тебя, отче, Господи, небо, земли, что ты утаил, это от мудрых и разумных, открыл тон младенцам. Да, отче, таково было твое благоволение. Все предано мне отцом, никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Опять же, он говорит, что ребята, это главная мысль, которая постоянно, которая почему-то не проповедует. Я, отец, одно. Никто не придет отцу, только через меня. Никто не знает отца, только через сына. Это такой пакет, да, то есть, это такой, что ли, ну, когда мы покупаем, участвуем на Рождество. У нас, кстати, вот, есть в Лондоне сейчас очень интересная такая инициатива, как называется? Go to go. To go. Так хорошо, чтобы, ну, ты, в общем, потому что сейчас все дорого, люди экономят, инфляция, и ты можешь заказать, такой app есть, ну, application, и в магазинах, ресторанах, они под вечер делают такие пакеты, набирают, ну, кто-то ресторан, там, какую-то еду, магазин какие-то там, ты не знаешь, что они тебе приготовят, такой подарок, и ты не платишь полную сумму. Вот мы купили, да, на 5 фунтов, а то, что они нам дали, да, там, ну, за 30-40 фунтов, то есть, пакет такой, и ты понимаешь, что вот, когда подарок тебе дают, в него входят там, и рыба такая хорошая, и то, и то, и то, и ты, вау, подарок, так вот, Иисус принес такой подарок, он говорит, это пакет, которого вы будете получать наслаждение, о котором вы мечтаете, и дальше он говорит, сострадательный тоф, он переходит на дугу немножко, то, на Матфея 11, 28-30, мы как раз подходим, самое основное, вот это, финал, это то, о чем Иисус, сказал в конце, сострадательный, несмотря на, после судов, он говорит, тем не менее, придите ко мне, все, труждающиеся временами, и я успокою вас, успокоен, возьмите иго моё, благо моё, на себя, и научитесь меня, ибо я кроток и смирен сердцем, да, и найдете покой душам вашим, ибо иго моё благо, и время моё легко, очень серьезное заявление, да, сострадательный то, Иисус, о чем, придите ко мне, все труждающиеся временами, то есть, это большинство людей, труждающиеся временами, это бремя, вы знаете, некоторые считают, но даже раскопки сейчас показывают, что Иисус, Он и Его Папа, плотник, да, они были самые лучшие изготовители, вот это, как вешают на лошадь, на быков, ну, бремя, да, хомут, ну, ну, вот это вот, иго, благо, иго, да, как оно называется, из дерева делали, и, скорее всего, там реклама же была, не было, и там, самый нежный, потому что сделать вот этот хомут, сделать это, бремя, оно, не так просто, чтобы оно не натирало шею быкам, шею лошадям, это очень, это очень, хорошая работа, нужно быть хорошим специалистом, и некоторые говорят, что у Иисуса на дверях не висело, нежнейшие там хомуты для всех там, и вот он говорит, придите, придите ко мне, все тружидающие обременные, когда вы ко мне приходите, когда тебе тяжело, это главная мысль, весь смысл, то же самое Иосиф и Иуда, то есть вот финальная цель, вот к чему, вот вся эта глава, вот к чему это место, «Я успокою вас, и найдете покой душам», то есть найдете покой, «Я вас успокою», это гарантия, это главное, то есть это основа основ, я хочу сказать, что вот, например, когда мы изучаем историю первосвященников, храма, то есть у людей, те, которые готовили первосвященников, разработали программу, «Палгидрин» называется, и первосвященники, мы об этом читаем в Торе, то есть они должны были приносить определенные же одежды, одевать там, рица там, то есть определенные действия, и вот 7 дней подготовки первосвященника, они, ну, назвали их разные, как вот первый день, что ты делаешь, первосвященник, он настраивает свое сердце, свой разум, свой дух, прежде чем войти в святая святых, он должен настроиться физически, эмоционально, подготовиться, принести в правильные жертвы, и вот первый день, он сосредотачивается на дно, на покое, шалом, такая комнатка шалом, они готовились, как можно представить себе, как компьютерная игра, шалом комнатка, потом переходишь в следующую, она называется, истина, следующая комнатка называется вера, эмуна, потом следующая комнатка называется агава, любовь, следующая комнатка называется завет, следующая комнатка называется хохма, мудрость, и потом следующая комнатка называется власть, то есть ты достигаешь, и когда ты уже можешь говорить от лица Бога, от лица всех церквей, Так вот, придите ко мне и найдете покой Это самая основная вещь И он говорит, если мы вне покоя, то есть мы не можем ничего делать То есть это основа Если у нас нет покоя, то есть мы не в шаломе Я не могу ни о чем другом говорить Я не могу рассуждать о каких-то вещах, не могу даже об истине говорить То есть если я не свободен внутри, я должен быть свободен Шалом – это свобода И тогда возьмите иго мою на себя и научитесь меня То есть иго вот это от Иисуса взять Потому что то, что он дает, оно другое Ну, здесь есть такая история, я просто скажу Знаете, когда-то один путешественник описывает Идет мальчик, подросток, и несет на плечах парализованного брата своего И этот путешественник спрашивает Мальчик, ну тебе же, наверное, тяжело Это бремя такое тяжело Он говорит, это не бремя Это мой брат Это не бремя, это мой брат Для него это не было тяжело Понимаете? Потому что он несет бремя своего брата Так и здесь Иисус говорит, возьмите мое бремя, оно не тяжело То есть я ваш брат Мое бремя, оно не будет Потому что то бремя, которое вы несете Потому что вот само слово спасение, которое мы несем, мы исповедуем, мы говорим Само слово спасение, оно имеет в виду, если расшифровать это слово, ну аешуа, да То есть вырывает тебя из чужеродной среды Из того, там, где ты не должен быть То, что ты не должен делать Так, как ты не должен чувствовать Вырывает тебя и ставит тебя в нормальную Чтобы ты научился правильно чувствовать, правильно мыслить, правильно жить И мы говорим, и тогда я, он говорит, я кроток и смирен сердцем Вы найдете, то есть мое состояние, оно такое То есть я смирен, кроток, мне не надо ничего доказывать Потому что иго, мое благо, время мое легко Вы найдете покой И мы тогда входим внутрь нашего Господа Мы начинаем общаться, мы начинаем жить Когда внутри Христа, внутри Христа и Отца, в Духе Святом Мы получаем полноту покоя Поэтому я сам себе проповедую Я каждый день, вот, верите, ночью, днем Я главное, о чем прошу Христа Потому что раньше у меня были другие молитвы Были, Господи, то надо, и это надо То надо, и это надо А сейчас я на самом деле Каждый день, это правда, я исповедуюсь Я молюсь о покое Я хочу, чтобы у меня был покой Чтобы у меня был шалом Чтобы люди, приходя ко мне Или я с кем общаюсь Чтобы они видели, что внутри меня Вот этот сверхъестественный покой И мы завершим и помолимся Вот это же снова место Писания С чего мы начали, да? Как написано? Филиппийцам Мир Божий Вот шалом, о котором говорит Иисус Который превыше всякого ума То есть я не могу ничего Заставить себя Мыслить, что Понимаете, любые мысли Они все равно приведут Если они не в мире Не в Боге Они приведут к разочарованию К расстройству К эмоциональному срыву К депрессии Вы знаете, почему много сейчас депрессий? Потому что люди не имеют мира Понимаете? Мир Божий, который превыше всякого ума Соблюдет сердца ваше И помышления ваше Во Христе Иисусе И тогда, как Иуда с Ефремом Когда они вышли И тот, и другой Когда все колена Израилев Соединятся вместе Когда мир Божий соединит их Наступит счастье Хотя бы один человек Если хотя бы несколько человек Хотя бы миллион человек Хотя бы несколько людей Которые войдут в покой Это страшно Для этого Лицемерного мира Потому что мир не ищет покоя Божьего Мир ищет все, что угодно Но не Божий покой Когда люди вошли в это Они для мира становятся врагами И мы можем победить мир Потому что мир имеется ввиду Безбоженный Если у нас ведь будет мир Божий Поэтому я хочу помолиться за вас Приходите в следующие разы Мы открыты для беседы Для общения Звоните нам Пишите Спасибо за комментарии Спасибо за пожитование Мы благодарим вас И надеемся, что в следующий раз увидимся Задавайте вопросы Мы готовы дискутировать Спасибо вам Позвольте помолиться И благословить вас Драгоценный отец Я благодарю тебя Что ты есть Что ты ищешь Чем тебя воздаешь Я благословляю всех Тех, кто смотрит нас Всех, кто слушает Я благодарю тебя Что мы можем быть В твоем присутствии И быть носителями Этого мира Шалома Мы благословляем Всех, кто смотрит Слушает нас Помоги, чтобы Люди обрели этот покой И твоя радость В мир пришел И все труждающиеся Времененные Успокоились И тем больше Мы Те люди, которые Мы соберемся У которых есть покой Тем быстрее Мы сможем Навести порядок В наших семьях В наших городах В наших селах Благослови Господь Всех слушающих Спасибо тебе Великий Аминь Всего доброго